МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День в событиях в студии Александра Панкратова. И вот главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...регионального правительства Александра Князьков с проверкой в Гавриловьяме. Остался ли доволен проведенной инспекцией? Расскажем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто нарушил правила дорожного движения? Депутат Свергунова или простая Ярославна Осовская? Судебные разбирательства продолжаются. На чью сторону встала Фемида? В старт малой региональной авиации дадут в Рыбинске. Зачем приезжал легендарный российский космонавт Сергей Крикалев? И о каком совместном проекте говорил он с местными властями? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорога на работу чуть не обернулась трагедией. Сегодня утром в Ярославле на въезде на Октябрьский мост водитель 83-й маршрутки попытался обогнать 22-й автобус. Маневр закончился двойной аварией. Из-за ДТП образовалась серьезная пробка. Информации о пострадавших не поступало. 50 миллионов выделено Гаврилов Ямскому району на обновление. Сейчас проходит основной этап. Ремонт дорог, дворов не обошли вниманием и местный дом культуры. Пока жителям придется пользоваться клубом соседнего села. Но, как уверяют власти, это временно. Работы по программе об устроен области юбилея идут полным ходом. Сегодня с инспекции в район отправился председатель регионального правительства Александр Князьков. Ремонт центрального ДК в Гаврилов Яме идет с отставанием. Общие объемы реализации власти оценивают лишь в 10%. В ходе рабочей поездки председатель регионального правительства проверил объекты программы «Обустроим область к юбилею» в Гаврилов Ямском районе. ДК один из них. Пока работы ведут на крыше зрительного зала. Приходится менять стропильную систему кровли, поясняет подрядчик. Сложности в том, что когда вскрыли крышу, она оказалась полностью вся снившая. И поскольку пришлось по смете, не хватало определенных материалов, то поэтому немножко сместились работы. Ну и технические решения тоже никто не ожидал. И с обследования, что в такой ситуации находится кровля. Месяц плотной работы и к сентябрю подрядчик обещает закончить с крыши. Однако полной готовности объекта ожидают лишь к зиме. А пока горожане ждут свой обновленный ДК, в гости их зовут жители деревни Плотина. Совсем как раньше. Ходят и раньше ходили. С песнями ходили под ручку. Но теперь на такси приедут. Здесь работы идут полным ходом. На ремонт сельского клуба выделили порядка двух миллионов рублей. Отремонтированы крыша, стены, пол. Будут менять окна и двери. И венкины, наверное, попало в лилии, конечно. И день семьи проводили на улице, чай пили, с травами, с мятами, с мятой. Вообще дети идут на контакт, очень хорошо. А как вот так существовали? Существовали? Все ждали. Из непроходимой чаще в аккуратную аллею превратился Великосельский парк. 1878 год. Доктор Писарев посадил этот лейт. После этого тут никто ничего не делал. На работы был выделен почти миллион рублей. Старые деревья спилили. Распланировали территорию. Впереди отсыпка дорожек щебнем. Кроме того, удалось сэкономить 300 тысяч рублей. На эти деньги планируют заказать ограждение. В дальнейшем, в следующем году, мы положим асфальт, сделаем освещение, лавочки, три детских городка, летнее кафе и небольшую этап площадку. Один из самых масштабных пунктов программы – дорожная деятельность. 11 объектов – это уличная дорожная сеть, в том числе улица Северная, где мы с вами стоим, и которая на сегодняшний момент замкнула вот эту вот развязку после окончания строительства больничного городка. Это объекты, которые прилегают и на территории района, к таким деревням, где вообще не было дороги. По итогам рабочей поездки глава областного правительства темпами реализации программы в районе остался доволен. Что касается ремонта дорог и дворов, здесь филиал наш находится, ярдор моста, поэтому здесь проще с подрядчиками. Ну, кроме него и другие вышли подрядчики. Но мы видим, что эти работы также все в срок, в принципе, реально выполнить. В целом, реализация программы идет хорошо. Глава и города, и района, они очень активны. Отметим, что всего в рамках программы в Гавриловьямском районе ведется работа на полусотни объектов. Из областного бюджета на это выделено почти 50 миллионов рублей. Нина Колтина, Денис Сахаров, День событиях. Рыбинск как площадка региональной малой авиации. Планеризм, пилотирование, прыжки с парашютом и моделизм. Именно с этих видов спорта решили начать. Зачем сюда приехал летчик-космонавт Сергей Крикалев? И о каких совместных проектах договорился он с местными властями? Подробности далее. В детском оздоровительном лагере имени Матросова необыкновенный гость. Рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе. Первый герой России Сергей Крикалев прибыл сюда с особой целью. Я помню, что когда кто-то, или там летчики, или космонавты, где-то была возможность пообщаться, посмотреть, послушать, всегда это было очень интересно. Я к такого рода встречам отношусь как к своему обязательству. Я считаю, что то, что мы в свое время получили, мы теперь должны отдавать, отдавать следующему поколению. Однако масштаб встречи куда шире. Затрагиваются проблемы профессионального самоопределения молодежи. У нас есть задумки и есть общая идея, которую хотим реализовать по всей стране. Это возрождение системы малой авиации. Сергей Крикалев высоко оценил потенциал Рыбинска как площадки для развития малой региональной авиации. Летчик-космонавт много говорит о возрождении системы, позволяющей молодежи пробовать себя в небе. Это и развитие авиационных видов спорта, прыжков с парашютом, пилотирования и моделизм. В частности, последним, по мнению Крикалева, массово можно заниматься прямо в загородных лагерях. Герой Советского Союза, герой России номер один, Крикалев Сергей Константинович. Каково оно быть героем? Видно ли Рыбинск из космоса и хочет ли он снова на орбиту? Задать свой вопрос космонавту-герою смог каждый. Так что к Сергею Крикалеву выстроилась целая очередь. Двери в актовый зал долго были открыты. Александра Панкратова, День в событиях. Новый закон разрешил оформлять недвижимость у любого нотариуса в пределах региона. Соответствующие поправки внесены в основы законодательства России о нотариате. Эксперты давно говорили, что территориальная привязка – это прошлый век. Современные технологии позволяют решать проблемы на расстоянии и гораздо надежнее. Особый вопрос – завещание. Здесь этот принцип работать не будет. Не исключено, что принятый закон – это первый шаг к введению более широкого принципа экстерриториальности. На сегодняшний день все граждане могут совершать сделки с объектами недвижимого имущества, независимо от того, где он находится, но в пределах одного субъекта, то есть в пределах Ярославской области. А если проще сказать, то сделку с квартирой в Ярославле можно совершить у нотариуса города Тутаева и наоборот. Но это все сделано для удобства простого населения. Летняя студия Первого Ярославского сегодня развернулась в одном из самых ароматных и вкусных мест города. На центральном рынке мой коллега Иван Уваров беседует с заместителем директора департамента агропромышленного комплекса Валентиной Шишиной о качестве продуктов в регионе, проверках и мониторинге качества продовольственных товаров и, конечно же, о ценах. В эфире сегодня в 18.15 сразу после первого вечернего выпуска программы «День в событиях». Самый лучший контролер – это действительно население. Поэтому вот те жалобы, вы знаете, жалобы есть. Но я хочу сказать, и на горячую линию очень активно стало работать население. Сегодня любой негатив, который возник, любая ситуация с некачественной продукцией, просрочка и так далее, полностью, мгновенно идет информация, соответственно, идут рейды и уже предприятия знают. Поэтому усиление контроля внутри предприятия, любого, маленькой литочкой, это крупносетевой магазин, каждый знает, сегодня уже не безмолвствует и покупатель. Дзержинский суд Ярославля рассматривает иск депутата Государственной Думы Маргариты Свергуновой. Парламентарий требует 75 тысяч рублей с матери двоих детей Яны Осовской. Суть спора – дорожно-транспортное происшествие, а точнее, кто виноват. В Ярославле в сентябре прошлого года на перекрестке улицы Республиканской и проспекта Октября автомобиль федерального депутата не поделил дорогу с другим автомобилем. Эксперты говорят, авария неоднозначная. Оба участника ДТП вину отрицают. Уже прошло два судебных процесса. Окончательное решение – виноваты оба. Сейчас Маргарита Свергунова вновь требует у Фемиды установить вину каждого участника. Вторая сторона с исковыми требованиями не согласна. Сегодня слушание отложили на 30 августа. Суд потребовал от сторон доказательств других. В качестве соответчика по иску была привлечена страховая компания. Я поворачивала в сторону гиганта, то есть под разрешающий сигнал светофора, то есть под зеленый. И когда поворачивала, мне нужно было завершить маневр. Я поворачивала движение на третью секунду после включения разрешающего сигнала светофора. В этом проезжая часть была свободна, поэтому я смогла в более 90% проехать этот перегрузок. Я почувствовала резкий удар в правую сторону автомобиля. Углич и Мышкин будут иметь свои деревья во фруктовом саду Елабуги. В рамках второго фестиваля малых городов России. Естественность традиций организаторы планируют создать уникальный сад, где каждое дерево – это символ определенного города. Все участники приглашены на празднование фестиваля, который пройдет во время традиционной спасской ярмарки. Кроме саженца, каждый город должен представить творческое выступление своего народного коллектива.